В библиотеке в Лучках состоялась встреча с православной петербуржской писательницей-сказочницей Ириной Рогалёвой. В читальном зале библиотеки собралось много детей и взрослых. Все хотели послушать сказки писательницы, задать ей свои вопросы. От огорчения одуванчик пони головой. Не слушай розу. Вдруг услышал он тихий голосок Маргаритки. Роза – гордый цветок, а гордые цветы любят только себя. Такая красавица, а любит только себя. Потомственная писательница Ирина относит себя к семейным писателям, так как пишет она свои произведения как для детей и подростков, так и для взрослых. Еще, наверное, я бы назвала себя таким семейным писателем, потому что есть семейный доктор, который лечит все заболевания, а я семейный писатель. Писатель, он как мудрый садовник, который насаждает в своем саду растения, дающий только нужные плоды. Вот, например, сгрыз морковку, стал умнее, яблочко съел, стал добрее. И, конечно, мне бы очень хотелось быть действительно мудрым садовником, чтобы мои плоды всегда приносили только пользу. За восемь лет издано более двадцати сборников писательницы. За свое творчество Ирина Рогалева имеет награды. Произведения сказочницы, пропитанные чистотой, любовью, заставляют задуматься о том, как часто мы проходим мимо красоты, окружающей нас каждый день. Из-за спешки не замечаем важных мелочей. Особенно подвержена в наш компьютерный век этому подростке. Я всегда с подростками разговариваю честно и в своих рассказах тоже честно с ними разговариваю. Мы все не любим норовоучения, а уж тем паче подростки. Если им там начать нудить, что вот, нужно жить так, нужно жить сяк, они, конечно, не будут слушать. А вот в форме рассказа, на примере других, это совсем другая история. Беседа с писательницей проходила в очень теплой домашней обстановке. Ирина прочитала слушателям свои рассказы и сказки. Антошкина «Дуванчик. Сказка про девочку-выгоду», которые очень понравились и детям, и взрослым. Вот, надо, оказывается, жить-то по заповедям. Хотя никогда я насильно никого за уши не тяну, и в своих рассказах я глубоко верующий, православный человек. Но некоторые даже учителя, когда меня приглашают, они боятся, что я сразу начну агитировать, пойдемте в церковь, будем лоб крестить. Вот. Ничего подобного. Все о любви, о Боге можно сказать совершенно по-другому. Вот что я и стараюсь сделать.